Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, на экранах рубрика разоблачения фейков в пабге и паб мобайле. В этой уже поистине легендарной рубрике мы проверяем и разоблачаем видео по пабгам со всего интернета, чтобы понять фейк перед нами или же нет. Ну а эти ролики находят и отправляют на проверку наши подписчики. Сегодня будет сочный выпуск с видосами из пк пабга и из мобайла, так что ролик обещает быть очень интересным. Поэтому устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаёк и да, большая просьба к вам поддержать ролик лайком и комментарием, ведь это очень продвигает видео. Ну а мы начинаем выпуск. Первое видео на сегодня представьте себе из пк пабга и произошедшее на нём реально вызывает кучу вопросов. Давайте посмотрим что на нём конкретно произошло, обсудим с напарником и отправимся на проверочку. Трек мы это знаем. И ситуация в целом тоже знакомая. Ситуация сюр. Да, но я думаю что это робит, потому что мы так накрывали С4 в одном время и оно работало точно. Но вот как тип так сориентировался, это конечно жуть вообще. Забавно как минимум, интересно как максимум, давай смотреть. Погнали. Очень такая своеобразная история, может быть уже не работает, а может быть и работает, не знаю. Работает, работает. Ну и если работает, то давай повторим. Держи третий рюкзак, коворот побольше. Смотри, тебе наверное мы сейчас больше дадим осколочных, ты будешь их мне закидывать, я буду накрывать. Итак, попробуем победить. Так, ну например вот здесь, мне кажется такое неплохое местечко. Ну давай. Закидывай мне просто их сюда вот, оттуда. Вот откуда-нибудь отсюда, вот кидай от стола, чтобы ты не взорвался. Так. Ого, далеко она улетает. Можно расчёт чуть поближе. Давай. Блин, капец он далеко улетает, слушай. Опа, нормально, кстати. Сейчас давай так же прям. У меня нет. У меня далеко сковородка была. Далеко-далеко, но траектория хорошая. Во! Во! Ну-ка. Так. А почему? Она ж пот прям была, ты видел? Вот это кринги, ребята. Ставьте лайк за самое эффективное, эффективное выполнение фейков. Давай ещё разочек, чё-то этот рис какой-то. Давай реванш только теперь на дороге попробуем, чтобы было место куда отбежать, если чё. Понял. Чтобы ты не делал вид, что ты облажался. Понял. Да, да. Ага. Давай сейчас так же китай прям точно так же. Блин. Угу. Блин. И кэш-то же обе мимо. Окей, давай ещё разок. Ну, что-то рядышко. Ну, типа. Типа. Давай. Блин. Они не накрываются, они просто типа падают как-то странно у тебя. У меня накрываются, кстати, от моего лица. У меня нет, у меня на днищем вниз. Сейчас, кстати, накрылась нормально. Ну, не знаю, дамажило или нет. Давай. Опа. Чек. Во! Не убило сейчас. Получилось. Так что работает всё. Это просто, да, начито этот. Фальшстарт какой-то был. Во. 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 Опять не надамажило. Всё вообще как часы просто. Ну, это, конечно, надо это. Надо уметь дефать её. Во. 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 Всё, изи. Всё, изи было. Прямо с первого раза причём. Так что, да, ребят. Ну, да, ребятки, да, можно использовать, да. Вроде не баг, а фича. Фича, фича, это. Забанить не должны. По-любому. Хорошо, что мы там с тобой просто проверили, чтобы, типа, этот, убедиться, видишь. Там, видимо, какой-то кусочек торчал граданты, поэтому она продамажила тогда. Да, да, возможно. Возможно. О, ну, конечно. Кинь, шоу, си 4, давай. Давай. Чисто, давай. Чисто, для проверки. Тут проще будет, тайминг-то побольше. Упца. Ну, кстати, слушай, о, 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 вообще нормально. Сейчас проверим. Давай, за ручки возьмёмся, подойди. Давай. Там не страшно. Фух. Вообще. Эпично. Просто приколдес. Так что, ребят, работает. Можно брать на занятки. Ребятки. На здоровье. Интересно, кстати, мобайли, такое есть или нет? Напишите в комментариях, надо проверить, что будет есть такой в мобиле или нет. Если что, проверим. Да, как вы сами убедились, такой баг или скорее фича и правда работает. Поэтому, если вдруг словите холешку, смело можете накрывать её сковородкой. Ролик не фейк. Идём дальше. На очереди видео под номером 2 связано с динозавровой обновой. И за пару дней оно завирусилось настолько, что просто не могло пройти мимо нас. Поэтому поскорее с ним ознакомимся, показываем напарнику, ну и, конечно, летим проверять. Три-два-один. Это какой-то здоровый кабан, блин, да? А чё, он реально такой здоровый, что ли? Ага, ещё посолить, типа он быстрее всех тачек, и якобы только мотик его обгоняет. Как мотик не быстрее всех тачек. Вот в том-то и дело, что да. Типа там как будто бы купе РБ поддаётся очень жёстко. Да, очень сильно прям. Он вообще никуда не едет. Но теперь у меня она дальше перегоняет. Не знаю, как будто бы это вообще. Да, он не стоит, а вот так, он настолько огромный этот динозавр. Да, я думаю, это прям вообще лепнина какая-то. Я думаю... Да, я начал сомневаться на моменте, когда у ПРБ не догоняет мопедку. Очень странно. Тут именно за это можно зацепиться. Да, давай посмотрим. Давай. Так, Артём, что, вот наш тираннозавр. Давай сейчас тебе по пяточке выровняюсь. Мы, короче, не нашли апельсинку. Есть поздравление, что её здесь вообще нет. И здесь вместо этого Мирада ездит. В принципе, это как бы то на то и выходит. Она тоже так же едет, примерно 150, как апельсинка. Так что давай потестим. Давай сейчас выровемся прям по дороге ровно. Чуть поближе подойди. Во. Ну давай, Артём, синхронизируемся. Раз. Давай. Два. Три. Три. Понимаю. Понимаю. Раздавил. Раздавил просто. Вот и гонка. Это жесть. Как оказалось, всё-таки апельсинка присутствует на карте. Значит, сейчас будет канон у нас. Прямо всё как в видосе. Только ты, Артём, давай лапками осторожнее. Не у этой. Не убей меня, пожалуйста. Готов? Готов. Давай. Отсчитывай. Три. Два. Один. Let's go. Let's go. Слушай, ну, кстати, бодро он так. Я нажал на буст. Так, ну, буст, вот кончится. Скоро сбросит. Ага. И всё. Вот, всё. Ага. И апельсиночка пошла на опережение. Значит, всё-таки фейк там был показан. Поддавалась там апельсинка на видосе. Да, да. Сто процентов. Апельсинка едет 140, динозавр едет максимум 120. Даже 100, даже 150 улетает. Ну вот. Как бы, поскольку динозавр больше 120 не разгоняется. Да, поскольку, как бы, мопед тоже примерно так же. То есть, мопед и апельсинка его перегоняют. А вот знаешь, что интересно? Например, вазик перегонит его или нет? Ну давай, я за тебя бегу. Вот так, давай. Давай, да, ради теста с вазиком ещё. На счёт три, давай. Раз. Два. Три. Ой, ну вазик, конечно, долго перегонит. Прям напрямки давай. Прям так, прям отопи. Ну вот, кстати, вазик реально, да, отрывается от него прям. Но опять же, вуз скончается, и вазик полетел, полетел, полетел. Ну вот и да. Да, потому что видишь, ускорение этого динозавра 120, а так сколько, 90, да, он бежит? 80 он бежит. Даже 80. Но крышлевой транспорт его перегоняет на долгосрок. Поэтому это так, ребят. Всё временно. А так, видос фейк получается. Абдрюли нас разработчики? Да, динозавр в шоке. Слишком уж приукрасили динозаврика. Но нет, видео полнейший фейк. Конечно, в моменте тираннозавр и правда топит достойно, но той же апельсинки эмотику фору он точно не даст. А конкретно на видео соперники поддавались динозавру, пытаясь ввести нас в заблуждение. Однако не вышло, идём дальше. Ну и третье видео на сегодня снова связано с обновой, только на этот раз с Велоцираптором. Давайте глянем, что на нём происходит интересного и до чего у нас под ним отмечают. А потом, конечно же, отправимся на проверку. Тут, короче, такой набор трюков с Велоцепитером. Это, короче, велосипедный динозавр, я так понимаю. Ну, какой-то прям маленький, да, такой? Да, видишь, он на мост может забираться, перепрыгивать дома. И что самое прикольное, то, что можно прыгать с большой высоты и без дамага вообще, без никакого. Ну, так сказать, пока обнова только завезли, интересно проверить всё-таки, что из этого правда, что нет. Возможно, всё правда. Возможно, реально всё правда, если он так себя как бы, ну, а что, почему бы и нет? Ну, давай затестим, как раз, и посмотрим на обнову заодно. Ну да, давай. Так, один Велоцераптор есть. Тебе, я не наблюдаю у себя. Себя Нема? Так, я пока пробую перепрыгнуть дома. Ну-ка. Да, слушай, реально. Работает? Он прям очень высоко прыгает. Прям им только вот так паркурить можно. Опа. Жёстко. Блин, слушай, так ты ебовая штука. Но он типа не прям быстрый, он где-то 80 бежит. Но прыгает он того рода, бодренько прям. Можно даже бы не хопить так. Опа. Опа. Капец. Нормальный. Так, а теперь затестим высоту. Реально ли дамаг не даётся? Разбегаюсь. Опа. Полетели. Два, слушай, нормально. И даже он не дамажится. Лампчик ему, да? Да, я вообще пофиг ему. Прям спокойно. Понял. И ни у меня, ни у него ничего не снимается. Прыжок серьёзный у него, конечно, да. Прыжок очень бодрый. Прям кайфовый. Так, ну-ка, ну и на мостик попробуем залезть теперь. Нет, слушай, прикольная тема на самом деле. Мне кажется, даже может быть отчасти полезнее, чем большой вот этот тираннозавр. Ну да. Не, ну большой тираннозавр, ты типа вчетвером на него запрыгнул, и все команды вы газуете. Ну он сам по себе, да, имбовый. Только что-то на мостик как-то тяжеловато идёт. Там надо переловчиться просто. Да, тут надо прям это. Ну вот, как ты сейчас залазишь, он так же залазил. Опа, и всё. И побежали. Да, Артём, реально можно мостик даже оседлать. Всё нормально, всё спокойненько. О, да. Опа, а потом вылез вот так вот, запарковался. А, а, а! Ну не вот так, ладно, надо нормально вылазить, и можно будет перекрывать мост. Жесть, два тираннозавра у меня теперь. Короче, реально классная штука. Советую пользоваться этим тираннозавриком. Точнее, это велосараптор, да, по-моему? Да, 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 как-то вело, чё-то там, да. Короче, велосипед будет по-нашему просто, динозавровый. Как вы сами убедились, все показанные на видео трюки работают, и ролик не фейк. В целом, очень полезная штука этот велосараптор, рекомендую взять на заметочку. Ну а на этом у меня сегодня всё. Такой получился выпуск, мне если вам понравился, было весело, интересно и полезно. Ставьте лайки, пишите комментарии, и обязательно подписывайтесь на канал, прожимая колокольчик. А с вами был я, Илья, Икея Сеникс и Артём Вайс. Всем удачи, всем пока, и до скорых и новых встреч.